как корабль назовешь так он и поплывет бог дал день бог дал еду у меня кусочки сыра два кусочка сыра тоненькие кусочки ну приблизительно спичечный коробочек у меня орешки у меня маслины можно сливочное масло но тут уже будет перебор жирами есть маслины вот если нету маслин можно сливочное масло кстати у меня домашнее сливочное масло буквально сколько здесь сыра 20 грамм ну пусть будет 30 грамм сыра это максимум наверное да сейчас у нас 8 часов и вот эта еда у меня до 12 часов сто процентов да вот орешками замочены грецкие наши орехи грецкие покупая орешки даже в скорлупе ну можно и очищенные покупать все равно их замачиваю допустим кипяточком почти вот сейчас которые орешки продают привозные вот разные разные решки орешки сази да они содержат афлотоксины вот сколько соленых орешков переел наш народ с пивасиком да детки любят соленые орешки орехи необработанные под санкциями насыпали соли пересыпали солью все обработали и на них совершенно другой код привезли нам поэтому у меня орешки наши грецкие самые самые полезные маслины я привозила с турции маслинки это вяленые маслины это не в рассоле маслины нет они вяленые они не консервированные такие маслины это поле ненасыщенные жирные кислоты то есть очень очень полезно потом хочу добавить что маслины способствуют заживлению ран на слизистой это очень очень даже здорово неважно слизистая рта или это желудок или двенадцатиперстная маслины вот пожалуйста обладают желчегонным эффектом нормализуют работу нашего кишечника восстанавливает нашу микрофлору кстати даже помогает при геморрое оливковая мякоть вот эта вкусная содержит много жиров способствует моторике кишечника то что нам нужно и опорожнению кишечника люди у кого есть возможность маслины по утрам это классно потом маслины оливки это ферментированный продукт да да очень важно для нашей микробиоты капусточка ферментирована да очень важны эти продукты для наших микробов хороших много волокон имеют маслины ускоряют даже метаболизм метаболизм повышается а это стимулирует что снижение веса сыры лактоза ферментирована это уже хорошо правда но сыры имеют психоактивные свойства вот чем старше сыр тем он больше способствует перееданию вот кусочек отрезали и спрячьте сразу прячьте а то будете резать резать и резать вот я отрезала два ломтика тоже такая еще кусочек еще кусочек и все спрятала у меня нету сыра на столе больше нет все моя порция только сливочное масло больше всего витамина d это морская рыба рыба холодных морей холодных акватории и сливочное масло покупайте хорошие сливочное масло не 50 грамм нужно съедать 15 грамм 10-20 грамм то у меня не каждый день не каждый день меня спрашивали люди таня как принимайте витамин d витамин d принимает принимать нужно только жирами только жирами вот жиры жиры это не смолоть жиры это маслины оливковое масло вот жиры пожалуйста сыры это жиры сливочное масло нормальное количество жиры орешки растительные жиры это не белки вот это не белки это жиры то есть небольшое количество еды. Кстати, у нас известные докторы вовсе часто мне предлагают посмотреть. Он рассказывал, что витамин D нужно есть с большим объемом, пить, принимать, вернее, с большим объемом еды. Мыску, тарелки, тарелку, то есть ежи, еды, целую мыску, да, и 10 или 5 капель, или 4 капли кто-то витамина D. Зачем пережирать с утра? Зачем? Как сказал Илья Антонович Бакерия, что с вас за работник, если вы объелися с утра? Очень даже правильно. Ну вот, это только у меня подготовочка к первой чашечке кофе. Еще не заварила. Вот сейчас съем вот этот сыр, маслины. У меня всегда 10 маслин утром. У меня порция 10 маслин, 2-3 орешка, все. Нету маслин, сливочное масло есть. Ну то есть комбинирую. Вот это помогает мне удерживать мой аппетит. Не выделяется инсулин. Завтрак жира такой белковый. Нету инсулина, нету чего? Нету аппетита. Это же как классно. Насыщение на 4-5 часов. Мало продуктов. Самое главное, ценность калорий. Потому что если пустые продукты, там будет гарарарат, вы же не наедаетесь, люди. А нам самое главное, ценность продуктов. Небольшое количество, но насыщение. Вот это самое главное при похудении. Я только напомнила. Дружу с весами. Но нужно посмотреть, как я себя веду, да? Как я себя веду? Блины едим не с красной икрой, с форшмаком нормально. Мясо едим. Овощи, да пожалуйста, в большом количестве. Сладости. Халва у нас тоже есть домашняя. Так, обнулила весы. Снимаем с телефончика. 300 грамм. Так, стали. Дружу с весами. Рыбает что-то, да? 79 300 минус 300. 79 килограмм. Нормально. Нормальный ход, люди. Мой вес. Отлично. Канадская граница 80 килограмм. Можно еще даже больше, но не нужно. Молодец, Танечка. Мои хорошие. Выпила кофе и думаю, ну похвастаюсь, похвастаюсь балкончиком конкретно. Кресло и столик. Новая покупка. Мне так понравились турецкие балконы. Так понравились турецкие балконы мне. Зона отдыха у людей. Окна в пол. Вот если бы на сегодня я делала балкон, вот как на сегодня, чтобы было мирное время, надежное, у меня бы был балкончик пошире и окна были бы только в пол. Затемненные только в пол и пошире. Ну, уже что имеем. Ну, украсила, как-то украсила. Хочется конкретно сидеть на балкончике и отдыхать. Покупала мебель вот эту балкону в Икея. Сколько я пересидела, кресел, люди, по всем торговым центром. Я же выбираю самое-самое удобное кресло. Мне нужно отдыхать. Не просто заполнить балкон, да, чем-то, каким-то стулом. Нет! Мне нужно удобство. Удобство. Вот чашка, если она красивая, это не значит, что она мне будет удобна. Точно так и вот это кресло. Это такая вот, ну, я понимаю, кресло балконной мебель. Значит, столик у меня, кресло удобное, теперь я кофе пью утром на балконе, вечером чай у меня на балконе. Классно, классно. Планшеточка, ну, то есть, ну, супер просто. Покажу поближе шторы. Шторы не покупала, были в шкафу, раньше висели на кухне у меня. Они плотные, довольно плотные, но красивые, смотрите. Красивые шторки. Вот. Вот так получается. Жалюзи я не хотела. Вот не хотела. Вот эти в пластике дырки нужно бить, там вроде бы не надо, не хочу. Мне шторки нравятся даже больше. А вот сейчас на бочок камеру и показываю вам турецкие украшения. Мне очень нравятся турецкие украшения, вот эти. Очень нравятся. Такие милые цветочки. Да? Милые цветочки, смотрите. В Турции каждый балкон украшен. Какие-то картинки, какие-то статуэтки, какие-то вазочки на стеночках. Но очень красиво. Я немного вам показывала. Красиво. Выходишь на балкон и радует твой глаз, да, и твою душу. Конечно, тут будет доработка, но это не сейчас, не в это время. Мне нужно приподнять пол здесь, поменять пол. Ну, так по-легкому захотелось сделать красоты, люди. Цветочки. Купила в эпицентре гвоздики. Почему гвоздики? Потому что пахнут люди, вот как матиола, да, но матиола вечером пахнет, а гвоздика пахнет с самого утра. Вот если балкон открытый, вы заходите в комнату и пахнет ваша гвоздика, которая на балконе. Вся комната пахнет, поэтому кому нужны цветочки на балкон, покупайте гвоздички. Сколько здесь бутонов? Люди, сколько здесь бутонов? Вы только посмотрите, какая красота. Три кустика у меня покупала по 60 гривен. Пахучка. Колонхои цветущие. И вот приподниму сейчас камеру, покажу вам здесь украшения. Тоже украшения турецкие. Вот, пожалуйста. Вот так. Кофе выпито. Ну, а сейчас встали и let's go. Погнали, мои хорошие. По возможности украшайте жизнь. Будем жить. Показываю через комнатное окно. У меня доработка. Прикрыла по центру окно. Практически по качеству. Штора такая же. Лео натуральное. Неплохо. Неплохо. По центру яркое пятно. Классно. Отлично просто. Кстати, по центру желтую ткань мне предложила повесить моя Катенька. Ну, что, мои хорошие, будем делать лето в Киеве. Я уже в шортиках. Кроссовочки вибок у меня. Пожалуйста. Погнали. Let's go. У меня часто получается так. Я позже ем. Не в 12, даже не в час. Пожалуйста. Уже начало второго. Но ажиотажа такого большого к еде нету. Нормально. Утром две чашечки кофе, сыр. Вы все видите, да. Но это насыщение. Главное, что это насыщает. Это уже приятно. Что ем? Сейчас покажу. Крышечку приподняла. У меня такой вот вкусный, прикусный омлет с тунцом. В плелистах есть видео. Я оставлю ссылку в комментариях. Кто забыл, я напомню. Это вкуснотища. Люди, одной рукой не очень удобно. Смотрите. Камеру держу еще. О, нормально. Нормальный ход, да? Красота. Слушайте, вы только посмотрите. Положу сковородку сейчас. Показывает Киев. Пожалуйста, смотрим. Красота какая, вкуснота. Омлет. Омлет с тунцом. Любая консерва. Любая, что есть в доме. Кто-то с грибами сделает тоже. Прекрасно просто. Рыбка. Омега-3, да. Грибы, напоминаю, это не белок. Нет, это клетчатка конкретно. Только напомнила, кто использует грибы. Зеленый лучок, ну, то использует яйца. Отлично все. Немного сыра. Прекрасно, прекрасно. У меня еще дополнение. А какое? Вот такая кашка у меня. Немножко жидковатая, потому что без йогурта. Здесь ряженка. Три ложки десертные, полные. Отрубей овсяных. Вот нордик. И столовая ложка. Приблизительно столовая ложка будет. Вот клетчатка у меня. Расторопша, семя льна, семя тыквы. Вкусно, вкусно. Густоту даст. Немножко сейчас настоится вот эта кашка и будет гуще, потому что жидковатая, без йогурта. Нормально будет, нормально. Ну что, мои хорошие, как же мне нравится процесс похудения и удержания веса. Да? Всем приятного аппетита. Кто со мной? У меня, как всегда, небольшая ремарочка. Я забыла сказать, я положила еще в чашку, в эту кашку вкусную, два киви. Кашу маслом не испортим. Здоровеньки были. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт привет. Привет, мои хорошие. Я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. Будем с вами общаться. У нас с вами один из лучших форматов. Это похудение, это стройность. Это вечная тема, правда? Похудение, стройность. Мотивация у нас с вами. И, конечно, мы с вами еще общаемся на тему здоровья. Это вечная тема, тема здоровья. Как и тема любви, правда? Вечная тема. Никогда не надоест женщине. Ну и так тема точная и похудение. Никогда никому не надоедает. Я стараюсь показывать себя на пробежках. То есть мотивировать. Я каждый день занимаюсь собой. Каждый день. Сегодня показала перед зеркалом. Я уже в шортиках сегодня. Открылась сезон летний. Ну, хотя уже люди раздеты у нас. Потеплело, слава Богу. Люди сегодня даже загорали. Я поздновато сегодня вышла. Так нельзя, нет. Но это случайно. Это я по делу так вышла поздно. У меня раньше просто не получилось. Я стараюсь показывать свои тарелки. Меня тарелки мои насыщают. Я рассказываю о продуктах, которые участвуют в моей еде. Они меня очень насыщают, эти продукты. Они меня развивают. Каждую мою клеточку. Вот что мне нужно. Мне пустая еда не нужна. Лишь бы забить желудок на некоторое время. Все. Мне сегодня даже написали. А вы вот не показывайте свои весы. Вы что, калории не считаете? Нет, люди, никогда. Все на глаз. Глаз алмаз. А что там считать, люди? 200 грамм мяса не видно? Или 200 грамм рыбы? Или вы не видите хорошую салатницу салата? Что считать? Масло оливковое тоже много не класть. Легко и просто. Самое главное это калории. Ценность калорий, я имею ввиду ценность калорий. Мы должны есть с вами не какие-то рафинированные продукты, очищенные. А хлебчик с женой можем съесть иногда, да? Мы должны с вами есть продукты, которые нас будут насыщать. Мы будем с вами съедать меньше порцию, но калории будут нас развивать. Это будет ценность калорий. Вот это самое главное для меня. С первого дня своего похудения я шла по одной тропе. Вот у меня питание такое. Я минимизировала углеводы. Это я не убрала, потому что мне уже написали. Вы тушили овощи? Это же углеводы. Прекрасно. Прекрасно, что овощи это углеводы. Прекрасно просто. Убрать углеводы нельзя. Эритроциты крови пользуются только углеводами. 50%. 50% ведут там кетоны, 50% углеводы. Углеводы убрать нельзя. Нужно обращать внимание, какие углеводы мы с вами употребляем. Не пороженое с мороженым, правда? Не вафли артеф, как я раньше обожала, обожнивала. У меня углеводы другие. Они обязательно должны присутствовать в нашем рационе. Так, об этом я напомнила, да? Я сегодня еще показала балкончик. Я немножко преобразила свой балкончик. Бытовых комнат у нас нету. То есть какую-то швабру, даже модную. Некуда поставить, да? Куда? На балкон! Какая-то табуреточка или какая-то лестничка. Куда? На балкон! Теперь у меня красивый балкончик. Почти как турецкий. Ну, до турецкого далеко, конечно. Но я старалась, да? Там еще много работы. Там еще работа зависит от мастера у меня. Но это немножко позже, дай бог. Вы поняли, да, люди? Немножко позже. Я думаю, все будет. Все у нас будет хорошо. Показала вам. Похвасталась, да? Приятно. Я уже пью кофе на балконе сижу. И вечером пью чай на балконе. С планшеткой. Это классно. Окошко открыто. Свежий воздух. Птички поют. Ну, то есть, похвасталась, показала, да? Мои хорошие, мне поступают комментарии. Комментарии очень интересные. Люди пишут. Давайте почитаем сейчас комментарии. И пообщаемся с вами, конечно, на тему питания. Так как у нас формат похудения. А мы с вами худеем за счет питания. Давайте послушаем сейчас комментарии. Ответим людям. Три небольших комментарии. Давайте прочитаем. Написала Мария. Я очень люблю блины. Одно из моих любимых блюд. Ела. Сразу жрела. Уже года три пеку блины из-за трубей. И не толстею. Люди, как классно. Ура! Тут еще Мария написала. Ура! Действительно ура, люди. Ем блины три года и не толстею. Любая начинка. Яблочко. Запеченное яблочко. Протушивается яблочко. Мне нравятся такие блины, да? Как бы сладенькие вроде бы, да? С ворошком готовьте себе. Любая намазка. Ну то есть, люди. Блины. Из-за трубей человек ест уже три года. И не толстеет. Класс. Наше питание, наша еда. Берем на заметку. Все. Все. Да? Так. Олена Дубинеска. Люди, слушайте внимательно. Хороший комментарий. Значит, украинскую мову я буду перекладать. Я буду переводить. Дякую. И еще раз дякую. Послухала вас. И пропала месяц глицин. Спасибо. Еще раз спасибо. Я прослушала вас. И пропила месяц глицин. Майже два роки. Песля модной хворобы пропав нюх. Ну вы поняли. После модной болезни пропало боняние полностью. Боже, этот бедный человек не слышит, что он жарит. Кофе запах не слышит. Духи человек не слышит. Сирень цветет сейчас. Человек не слышит. Боже, это трагедия. А глицин его повернул. А глицин его вернул. А боняни нюх. Делюся. Может, комусь теж допоможе. Люди, как же классно. Спасибо большое. Олена. Дякую вам. Дякую вам. Напишите нам, какую норму вы приймали. Ну, то есть, какую дозу я имею в виду. Потому что я говорила о тысяче, десять таблеточек по соточке. Если у вас такая дозировка. Бывает 300 миллиграмм дозировочка. Тогда три таблетки. Какую дозу вы принимали. Вот люди интересуются. У человека появилось обоняние. После глицина люди. Обалдеть. Как классно. Нежданно, негаданно. Еще такое. Отлично просто. Ой. Прекрасно, да? Так. Следующий комментарий. Написала комментарий Галина Светогорова. Танечка, доброе утро. Покажи, пожалуйста, банку томат-пасты именно из красного сладкого перца. Так. Вот из красного перца я пасту покажу. Из помидор уже нет. Банки нет. Я уже выбросила. Уже у меня порциона томатная паста. Конкретно томаты. А вот красный перец вот такая баночка. Посмотрите, люди. Даже перчик красный нарисован. Смотрите. Вот эта банка. Вот, пожалуйста. Стекло, крышечка. И вот. Это паста из красного перца. Я еще не открыла. Открою. Тоже сделаю порциона. Все показала вам. И комментарий прочла. А теперь давайте немножко пообщаемся с вами о питании. Что нам поднимает аппетит? Сейчас начинается лето. Садочки, дачи, фрукты, ягодки, да? Яблочко, кружки, слывки, фруктоза. Люди, фруктоза. Такие сладкие конфетки, фрукты. Красивые, яркие конфетки, фрукты. Всего лишь конфетки, люди. Не забывайте об этом. Кто хочет по стране? Если яблоко, то два яблока. Не пять яблочек. Если рука тянется к третьему, четвертому яблочку, значит вы так больно себе делаете. Делайте себе больно. Вот так. Фруктоза это жировой гипотоз печени. Так и говорите себе. Это жировой гипотоз печени. Куда ты лезешь? Фруктоза больше всего способствует набору веса. Вы съедаете свежее яблочко. И посмотрите, через полчаса. Вы и тарелочку больше съедите. Больше еды съедите. Почему? Почему вы больше съедите? Потому что фрукты это углеводы. Фрукты это углеводы. Фруктоза, она способствует быстрому набору веса. А то, что способствует быстрому набору веса, поднимает нам аппетит. Ни в коем случае не есть фрукты до еды, как англичане. Фреш, апельсиновый фреш по утрам. Апельсин это сахар. 3-4 чайные ложки сахара приравнивается. Вот один апельсин. Вот подумайте. Вы съедаете один апельсин, цитрусовый полезно. Это 3-4 чайные ложки сахара. Думайте. Отработать эту энергию нужно. Не отработайте сахар. Банан не отработайте. Кстати, банан это чистый сахар. Это не фрукты, не фруктоза, нет. Это фрукты, но банан состоит из сахара. Чистейший сахар. Сахар это еще хурма. Так что думайте, что есть? Сухофрукты, изюм. Изюм это чистейший сахар. Так вот, если вы съедаете сахар, вы должны его отработать. Фруктоза то же самое. В организм поступает сахар, а все сволочи любят что? Сладенькое. Сволочи это что? Грибы. Различные, условно, микропатогенные организмы. Все сволочи любят сладенькое. Запоминаем, да? Так вот, едим фрукты, повышаем аппетит. Увеличивается вес наш. А мы думаем, странно, что-то я поправилась. Ем фрукты, а у меня вес все больше и больше. Я расту, как на дрожжах просто. Фрукты больше всего способствуют набору веса. Я всем напоминаю. Почему повторяю часто? Мне говорят, вы часто повторяете, да? Или два раза повторяете, чтобы люди запомнили. Так нужно делать. Мне лично так нужно делать. Таня, опомнись. Ты съела то-то и то-то. Больше не ешь. Делай себе больно. Да? Помните, Верка, сердечко. Так и мы должны делать. Так вот. До еды углеводы, фрукты не едят, потому что повышается аппетит. Вы съедите больше. Больше, да? Лидер по фруктозе, это что? Яблочко. Хурма. Запоминайте. Яблочко. Хурма. Как перекус яблоко провальная идея. Вот я еду куда-то, я возьму в сумочку яблочки. Это у меня перекус. Вы потом захотите быстрее есть. У нас в гипоталамусе вот здесь есть рецепторы, с которыми фруктоза связывается. И сигнал о насыщении в мозг поступить не может. Фрукты как перекус конкретно провальная идея. Фруктоза, она не так быстро способствует повышению глюкозы в крови. Не так быстро, нет. С фруктозой работает конкретно один орган. Это печень. Если с глюкозой работает полностью весь наш организм, то с фруктозой работает только одна печень. Вот вы должны это запомнить. Вы едите яблоки, все, только одна печень страдалится, страдалится, пашет, пашет и пашет. Вы естеслымки, игрушки, это печень ваша бедная, пашет, пашет и пашет. Вот так люди зарабатывают жировой гипотоз печени. Странно, я жирного вообще ничего не ем. Откуда у меня жировой гипотоз печени? Фруктоза. Виновница всему фруктоза. Запомнили, да? Фруктоза перерабатывается только нашей печенью. Давайте жалеть еще и печень. Люди, меньше жирнеть будем. Набирается у нас вес, повышается вес вернее. А печень у нас страдает. Жировой гипотоз печени на фруктозе. Потом, мы с вами едим, допустим, фрукты. Да, ну понятно, они сладкие. Значит, сахар не так быстро поднимается, когда мы едим фрукты. Но, 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 но. Инсулин. Ну, наш организм никто не обдурит. Он не дурак. Да? Инсулин выделяется через одну минуту на любой продукт. На любой продукт. И на фруктозу тоже. На фрукты тоже. Через одну минуту. Вы съели яблочко, да? Кажется, всего лишь яблочко. Моментально выделяется инсулин. Да? А мы говорим, ой, классно, я же яблоко съела, это фруктоза. Сахар я не получила. Шикардосно просто. Фруктоза, родная сестричка глюкозы. Они ходят за ручку, эти две барышни такие. Выделяется инсулин, и он должен убрать сахар. Сахара нету. Сахар не получили, мы съели яблоко. Мы получили фруктозу. Инсулин думает, да сейчас же, просто так я вышел. Нет, вы мне заплатите сейчас. И инсулин убирает сахар, который был у нас в крови. Был до фруктозы. Был. И наша кровь голая. И наша кровь голая. У нас гипогликемия, падение сахара в крови. Если сахар в крови падает, вы хотите есть. Вы не можете себя сдержать. Все, у вас голая кровь, гипогликемия. По-любому на фрукты выделяется инсулин, убирает сахар. Тот сахар, который был у крови. Наш организм не обманете. Создатель создал так. Поэтому какие-то заморочки придумывать ничего не поможет. Фрукты есть только после основного приема пищи. Вы должны немножко насытиться. Вы съедаете фрукты, у вас не будет скачка сахара в крови. У вас не будет аппетита. Фрукты усиливают аппетит. Нужно это запомнить. Конкретно в стране ищем. Мои хорошие, интересная тема. Что поднимает аппетит? Продукты провокаторы. Завтра продолжим. Но сегодня наше время истекло. Я сегодня хочу сказать всем до свидания. Королевства мало, разгуляться негде. Мои хорошие, я благодарю всех вас за просмотры моих видео. Я благодарна всем вам, конечно, за общение, за комментарии. И большое спасибо всем за лайки. Кто не подписался еще на мой канал, обязательно подписывайтесь. И нам с вами будет очень не скучно. Всем хочу пожелать Божьей помощи. Всем желаю Божьего чуда. И каждому-каждому. Ангела-хранителя. До встречи. Дальше будет. Субтитры сделал DimaTorzok